Всем привет! Меня зовут Влада, и вы на моём канале YouTube про жизнь в Турции. Сегодня мы приехали в город Поселес, древний античный город Лики. Также здесь есть пляж, и сюда по выходным часто приезжают турецкие сирии отдыхать. Ещё виноваты. Сейчас вот мы стоим на въезде, стоит будка. Продаются, видимо, музейные карты здесь, но мы купили музейные карты онлайн на этот раз. Здесь-то написано, что за одного человека 55 лир. С 8 до 19.15. О, они хотят работать, начали дольше. Раньше они работали до 16.00 или до 17.00, что-то такое было. Нас выгоняли в 5 часов отсюда. Мы сейчас пытались пройти по музее карт, который мы купили онлайн, прямо в приложении музей карт. В итоге, в общем, у нас как-то там что-то прошло, мы так неправильно, в общем, нужно скачивать приложение, чтобы пройти. Там вон Вика едет. Вика, привет! Привет! Она уже в кресле на сушене. С этой стороны есть озеро. Мы вот только-только заехали. Вот здесь эта парковка. И сразу начинаются уже какие-то античные строения. На самом деле мы здесь были два года назад, получается, заезжали совместно с каньоном Генюк. Нам очень здесь понравилось, так тихо, спокойно было. Но сейчас машин здесь очень много. Мы тогда были в городе примерно две машины. Там первые два-три месяца я живу. Вот здесь у нас такое море. Люди купаются уже, отдыхают. Вот здесь люди уже отдыхают и устраивают пикники. Это древний акведук. Это автобусы большие стоят. Вот. Написано Сук Кемери Акведук. Здесь протекала вода. Раньше когда-то, может быть, в пятом веке до нашей эры. Или в седьмом. Вообще, город Василис основан в седьмом веке до нашей эры. Семьсот лет. Это две тысячи семьсот лет назад. А вот строения еще до сих пор сохранились. Здесь есть кафе. Соки. Не знаю, конечно, куда древний город. Куда нам идти или туда. Самое хорошее, что все-таки здесь как-никак, но чуть-чуть можно проехать коляской. Тоже хорошо. Скорее всего, город был основан для того, чтобы доставлять лес богатого деревьям тавра в другие средизнанноморские гавани. Поселес, находящийся на границе двух исторических областей, иногда относит к Лекии, а иногда к Памфиле. В городе господствовали по очереди. В пятом веке до нашей эры версии. Некоторое время, в пятом веке до нашей эры, город освободился от Персидской империи и входил на Финский морской союз. Затем, в четвертом веке до нашей эры, глава области Кария и правитель соседнего города Лемира. В 333 году до нашей эры город встретил Александра Македонского, вручив ему золотой венец. Возможно, что в Фаселесе хранится золотой саркофаг Александра Македонского с его прахом. Саркофаг привезли из Александрии, на закате Римской империи, когда процветала христианство. Вот здесь-то раньше были римские бани. Здесь так люди мылись. Там можно прям погулять. Рассказывается, что тогда город славился лиловым маслом и розами. После Александра Великого город переходил из рук в руки и был под властью родостцев. А в 1067 году до нашей эры стал членом Ликийской лиги и чеканил монеты по образцу монет этого союза. Фаселес вместе с городом Олимпус временами подвергался грабежам пиратов, а в 42 году до нашей эры перешел под властью в владычество Рима. С этого времени начинается переустройство города. Растет его благосостояние. Рассвет города продолжался около 300 лет. В 129 году город посетил император Адриан. Монументальная арка со сводом при входе в главную улицу, начинающаяся от южной гавани, была построена в его честь. Историки рассказывают о том, что город время от времени страдал от эпидемий лихорадки, которую, вероятно, заносили туда родовские моряки, а иногда переживал трудные дни из-за нападения диких ос. В 5 и 6 веке, во времена господства в Византии, Фаселис был одним из городов, принявших условия Халикидонского собора. Фаселис был одним из городов, принявших условия Халикидонского собора в 451 год. После нашествий арабов в 7 веке в истории города начинается новый период процветания. Руины городских стен и сооружений относятся к этому периоду. В 1158 году последовала осада города сельджуками, затем землетрясение, а также рост торговой активности в портах Анталии и Алании. Это привело к тому, что Фаселис к 8 веку потерял свое значение и был практически покинут жителями. По легендам, земля для основания города была куплена за мешок рыбы. Мы идем в надежде, чтобы что-нибудь хотя бы увидеть. Вот эта вот лестница идет к амфитеатру. Там вот это написано подробнее о Фаселисе. В общем, самый амфитеатр. В общем, самый амфитеатр. Сейчас только поняла, что там просто играет музыка, и они поют под ним. Здесь вот это хажи выпаленные. Здесь был якоря, по-моему. Здесь был якорь, что ли? Я что-то не помню. Здесь вот бухта вот такая вот. И пляж песочный, мелкий, кстати. Очень красиво вот здесь гора еще заснеженная. Люди вот купаются, а там наверху гора заснеженная. Красиво очень. На этой горе находится Олимпус Телеферик. Мы на нем были уже? Я прикреплю вот здесь вот, да, ссылку на это видео. Подсказка выйдет. Здесь вот деревья. Можно здесь, кстати, приземлиться. Пошел он нас открывать купальный сезон. Видно, долго будет заходить. Мы немножечко решили остановиться на пикнике. Ой, песок очень горячий. Здесь хорошо. Нам в нас поплыла папа наш. Сидит с Викой. В песке. Здесь пески. Привет. Привет, джайка. На самом деле здесь очень прикольный песочек на этом пляже, но он слишком мелкий для детей. То, что Вика у нас вся в этом пешке и уже не отмывается. Вот здесь вот вот там пляж получается. И вот здесь что-то идет сразу парковка и какие-то античные построения. Вообще, мы пошли немножко другой дорогой, не той, которой пришли. Пишли пройтись. Вот. Мама вот у нас говорит, что классный лес. Здесь реально действительно классный рейс. И если бы... Машины. Столько. Столько машин. Столько людей. Как много стоит. Машины вообще с российскими номерами. Мы приезжали к мне здесь. Прям. слабо родился ребенок. Это для них норма. Это для них норма. Это для них норма. Это для них норма. Что я могу сказать про город Пасилис? В общем, этот город в седьмом веке основан до нашей эры. построен он колон... Не могу слова это выговорить. Колонист или колония? В общем, если бы я выговорила это слово, было бы хорошо, но я его не могу выговорить. В общем, с Родоса приехали сюда, построили этот город. У этого города было три морских порта. Вот это вот здесь. Можно, конечно, напасть туда. Вот здесь-то был средний. То есть, еще один был там. Дальше мы только что были на нем купались. И один еще у нас где-то там. Мы до туда еще не доходили, не были. Вообще, Пасилис очень легко доехать на машине. Он находится примерно 60, наверное, километров от города Анталия. 15 километров от города Кемер. У нас дорога с Анталии на машине заняла 45 минут. Поэтому, кто на машине можно легко доехать, кто хочет на автобусе, я думаю, автобусы сюда тоже ходят с города Кемера. Еще, что можно вообще здесь делать в этом древнем античном городе? В общем, можно посмотреть здесь как и руины этого города, так и вот амфитеатр. Тоже там очень прикольно фотографии, все это будет очень классно. Также советую взять с собой пикничок, но не шашлыки. Шашлыки тут делать нельзя, разледить огонь здесь нельзя. Здесь можно взять что-то с собой, там бутерброды и так далее, посидеть на берегу, пообедать, там, или позавтракать, искупаться, насладиться и поехать. Но желательно ездить не в выходные, потому что в выходные очень много людей. В прошлый раз, когда мы ездили с Максимом, это было два года назад, мы сюда приехали, мы были практически одни. Мы сейчас уже отправляемся домой, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!